Всем привет! С вами снова интернет-магазин Antelife.com.ua Сегодня покажу вам бюджетную модель Doggy Color DG100 Вот в такой вот коробке поставляется этот смартфон Он поставляется в пяти цветах, полностью черный И варианты с передком белым и задние крышки желтая, зеленая, синяя Значит, бюджетная модель с двухъядерным процессором MTK6572 С частотой ядра 1.3 ГГц В комплекте, значит, у него есть оригинальный чехол-книжка Есть пленка Пленка, кстати, наклеена хорошая заводская уже на экране Зарядка, USB кабель и гарнитура В комплекте идет один аккумулятор По поводу модели Сама модель небольшая, 4-х дюймовая В принципе, выполнена так достойно Спереди у нас три сенсорных кнопки Это меню домой-назад, сверху динамик Фронтальная камера, сразу же расположенная над динамиком Датчик освещения, датчик приближения С этого бока нету ничего, сверху ничего Здесь у нас кнопка включения и выключения, разъем под USB Сразу скажу, что выбор места под разъем мне не нравится Это очень неудобно, когда ты держишь телефон в руках И тут он у тебя на зарядке Должно быть либо сверху, либо снизу Снизу у нас разъем под наушники, микрофон и защелка для того, чтобы открывать крышку этого смартфона Под крышкой смартфон выглядит довольно-таки интересно Интересность его заключается в том, что он собран верх ногами То есть вот так вот я телефон держу в руках Переворачиваем И здесь абсолютно верх ногами у нас все сим-карты установлены То есть по-хорошему вот так вот должно быть Аккумулятор здесь Покажу сейчас на сколько На 2000 мАч Но это не правда Это ерунда полная Дальше об этом скажу Две сим-карты больших Слот под microSD карточку Камера автофокус Динамик Вот так вот Значит модель оборудована у нас 512 мегабайтами оперативной памяти 4 гига встроенных Сразу скажу, что свою память он считает как основную То есть если я хочу установить какие-то серьезные большие игры на карту памяти То ничего у вас просто так не получится Нужно переизменять название карт Менять с первой на вторую и тому подобное Экран как вы видите При небольшой эксплуатации сразу же покрывается отпечатками пальцев То есть экран не такого уровня как есть в других моделях На которых эти отпечатки не остаются Итак, смотрим технические характеристики Модель в Antutu набирает порядка 10 тысяч баллов Это классный результат Итак, Doggy Cola DG100 4.2 Android 6572 MTK Mali-400 графическое ядро 800 на 480 разрешение 5-мегапиксельная камера В своей памяти здесь 4 гига доступна Где-то для пользования суммарно 2 и 5 512 МБ оперативной памяти 2-ядерный процессор Каждое ядро имеет частоту 1,3 ГГц Фронтальная камера у нас 2-мегапиксельная И из датчиков Сейчас рассмотрим датчики в другой программе Сейчас хочу запустить вам Antutu тестер Показать особенности Такие, что есть в этих моделях Экраны, скажем так, не супер высокого качества Это понятно, я надеюсь Потому что модель стоит копейки Есть битые пиксели на экране Сейчас их очень сложно будет показать на камеру Но на самом деле попадаются экраны На которых действительно эти битые пиксели присутствуют Не считаю, что это какой-то такой огромный недостаток Для модели с такой начинкой И с таким экраном, кстати Потому что Глэбзора хорошее Вот И Z-Device Test В котором мы посмотрим основные датчики данной модели Скажу сразу, что GPS рабочий Bluetooth Wi-Fi Акселерометр Датчик приближения Датчик освещенности Датчик освещенности здесь нет То есть он не активен, он не реагирует То есть автоматической установки яркости В этой модели вы не найдете Вспышка есть Она рабочая Но довольно-таки слабенькая Никаких дальше гироскопов Тому подобного здесь вы не найдете Как вы могли уже видеть Прошивка в данной модели 4.2 Android В принципе все нормально Работает Русский язык полноценный 4.2 версия Из багов по прошивке Я не заметил никаких выкидываний Подвисаний, глюков То есть рабочие столы перелистываются Довольно-таки шустро Все работает Ну нормально Но иногда вот такие подлаги Основной баг Который я заметил в этой модели Это то, что вот это вот меню Вот эти вот кнопки Как будто они находятся где-то здесь Иногда бывает, что Небольшой кусочек улазит И можно на него нажать Но вот сейчас вообще этих кнопок не видно То есть это неудобно То есть все настройки нужно делать Через вот это вот меню Если говорить о экране данной модели Во-первых Запас яркости Запас яркости здесь У нас Абсолютно невелик Есть якобы функция автоматической яркости Хотя за девайс тест вообще показал Что датчик не реагирует ни на что Углы обзора У меня очень удивили, что за такие деньги Предлагают нам смартфон У которого практически максимальные углы обзора Картинки все довольно-таки яркие получаются Смартфон передает хорошие сочные цвета Углы обзора Значит угол обзора Давайте я включу вам картинку Вот эту Значит вот так углы обзора отличные И вот так тоже углы обзора отличные Если смотреть Вот так вот То немножко картинка у нас искажается Вот так тоже вроде бы ничего То есть ну в принципе За эти деньги смартфон действительно стоящий И экран хорошего качества По производительности Модель оборудована в принципе Хорошим двухъядерным процессором Этот процессор мощнее чем MTK6577 турбированный Поэтому у меня не было никаких проблем При воспроизведении видео в формате 720p Со звуком кстати тоже все довольно-таки хорошо Звук достойный, громкий, чистый А видео в формате Full HD Также запускается Также без проблем Никаких черных вам экранов Никакого пропадания звука В принципе все отлично тоже в этом плане Также скажу вам по поводу памяти Из-за того что не сделана прошивка таким образом Я не смог установить тяжелые нормальные игры Чтобы протестить этот смартфон Единственное что я поставил пока на собственную память устройство Это Dead Trigger 1 Потому что Dead Trigger 2 Почему-то недоступен у меня был в Play Market В свободном доступе Не знаю с чем это связано Давайте посмотрим как работает Dead Trigger 1 Продолжение следует... Как всегда, я делаю тест аккумулятора. В данной модели я его делал через программку Antutu Tester. Кстати, совсем забыл показать вам количество касаний, тут их всего лишь два. По поводу аккумулятора. Аккумулятор на 2000 мАч, но это неправда, это подтвердили мои тесты. Я всегда тестирую аккумулятор на максимум. Значит, в программке Antutu Tester эта модель показала у нас очень низкие баллы. Это 398, никакими 2000 реальных мАч здесь не пахнет, так как размер экрана 4 дюймовый. Если бы были 2000, то вместо 400 этих баллов должно было бы быть минимум 600, я думаю. Ну и при воспроизведении видео, при максимальной яркости, при программной максимальной яркости, со 100% до 12 он у меня сел за 2 часа 25 минут. То есть, работу аккумулятора я могу отнести к минусам данной модели. По поводу GPS. GPS я также тестирую в программке GPS Test и через Nevitel. Значит, GPS рабочий, да, ловит не моментально, но спутники ловят, точку на карте обозначают. И это хорошо, что он рабочий за эти деньги. Камера. Камера у этой модели 5-мегапиксельная основная. Значит, фотографировать тут особо у нас не получится. Автофокус. Автофокус здесь проверяем. Он вроде бы показывает, вроде бы движется, но на самом деле автофокуса в этой модели нет. Поэтому камера паршивая. Фронтальная камера у нас будет 2-мегапиксельная. В принципе, для связи через Skype этого тоже будет достаточно. В принципе, все. Можно подводить итог. Модель Doggy Colour DG100. Это первая модель данного бренда. Модель бюджетного класса. Стоит копейки. Аналогов, наверное, нет за эти же деньги. Что из плюсов данной модели? Хороший экран, хороший процессор, низкая цена. Из минусов. Есть баг в прошивке. И есть плохой аккумулятор. Есть плохая оптимизация прошивки в плане памяти. То есть, для того, чтобы устанавливать серьезные какие-то тяжелые игры, вам придется изменять, менять местами память. Камера без автофокуса. Вспышка фонарик есть. Корпус хороший, двухсимочный, поддерживает карты памяти. На этом все. Модель стоит вашего внимания, если вам нужен бюджетник. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Друзья, что-то я заговорился, сделал обзор, но не сказал про основной недостаток данной модели, который я считаю довольно-таки существенным. Сколько бы ни стоил смартфон, первоочередная задача для любого телефона смартфона – это разговор. То есть, это поддержка сим-карты, связь, громкость и качество связи. Значит, в этой модели очень тихий ушной динамик. Если микрофон хорошего качества, все хорошо слышно, то динамик, и, скорее всего, это софтовый вопрос, очень тихий. Был у нас брак по этой модели, меняли этот ушной динамик, становилось слышно чуточку лучше, но я думаю, нормально улучшить громкость можно через инженерное меню. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok